Я только за, потому что понимаю, что в любом случае этот кусок, он существует сегодня на рынке по работе с программами. Психотерапия называется по работе со вторичными выгодами и убеждениями, да, вот эти блоки. Но здесь еще есть целый блок, посвященный обучению чувствам. Вот все, что в фотохилинге идет, связанное с чувством, больше не повторяется, наверное, ни в одной из техник. А на самом деле дает достаточно большие бонусы, когда человек может через дополнительные загрузки уйти от формирования какого-то жизненного опыта. То есть все, что касается моделирования событий, это весьма-весьма хорошие техники. Делается все в измененном состоянии сознания, на дельтаритме, говорят сейчас на дельтаритме, я не знаю, как на дельтаритме, я не знаю, как на дельтаритме, но я знаю, что это в трансе однозначно. То есть сперва ты тормозишь, сперва ты входишь в определенное состояние сознания, и в какой-то момент у тебя открывается доступ к программам. Так вот самое интересное, что доступ к программам и доступ к информации, они открываются как-то синхронно. То есть снятие информации в фотохилинге считается самой простой техникой, но дело в том, что фотохилинг никогда не проверяет информационную объективность. А новые направления, те, которые проверяют информацию на объективность, все-таки относят снятие информации к более широкому спектру техник, и к нему относятся больше спектр техник. И если проверять на объективность, то это куда сложнее, чем просто получить доступ к программам и обеспечению человека. И из того, что имеет смысл знать, все, все техники строятся по одному, по одному принципу. Абсолютно все. Сперва человек вводится в транс, потом делается улучшение, на основании него таятая яблая. И вот поэтому я говорю, человек на это состояние будет ходить и работать. И если у человека в трансовом состоянии есть наработан алгоритм, как с чем-то работать? Потому что с программами надо работать в глубоком измененном состоянии сознания. В глубоком измененном состоянии сознания ум отключен. Там ступор есть. Вот вы грузитесь, вам тяжело, вам хочется заснуть, тупить начинаете. И все эти, например, религиозные, буддистские и так далее, они приводят к тому, чтобы у человека был просто ступор. Программа ума была отключена. И говорится, что если человек услышит внутреннюю тишину, он получит доступ к информации, к информационному полю подключения. Вот в этом и правда, и неправда. Он подключение получит, только что он с ним будет делать. До открытия все равно человеком не производится. Почему? Потому что программа ума, когда недоразвитая, она не может дешифровать нужный поток информационного из информационного пространства. И человек не знает, что с ним делать. Если программа ума достаточно развитая, то человек может в этом состоянии дешифровать, обработать, если надо поменять, если надо извлечь. И он уже начинает извлекать для себя пользу. И пользу ему извлекает абсолютно четко для этой реактивной реальности. Потому что те вещи, которые ты изменяешь на программу, на уровне, ну, девчонки знают, когда работаешь, реакция буквально сразу. То есть человек пошел, поспал, перезагрузка, утром встает, оба на реальность поменялась. Продолжение следует...